Субтитры сделал DimaTorzok В этом видео я расскажу, что вообще в данный момент представляет из себя Warface в 2024 году Как он поживает, есть ли смысл начинать сейчас Потому что, несмотря на то, что у меня уже был когда-то аккаунт, но он был привязан к мылалаунчеру Доступ к старому мылу у меня уже нет, бла-бла-бла, 3 рубля В общем, аккаунт я потерял Таким образом, я беспристрастно изучал игру несколько последних недель И сейчас вам расскажу всё, стараясь не акцентировать внимание на своих старых ощущениях И начнём мы с PvE Потому что в данный момент меня, на самом деле, меньше всего интересует эта часть игры Я уже за столько лет гейминга переиграл в кучу игр Мне становится всё скучнее и скучнее просто проходить одиночные игры PvE Warface, конечно, не совсем подходит под понятие одиночной игры Как-никак тут кооперативное прохождение Но это не отменяет того факта, что PvE тут это просто максимально скучный, примитивный и совсем несложный отстрел толп искусственного интеллекта По факту же, в игре хватает разных миссий, разных сложностей, в которых любителям пострелять по ботикам будет дерзг гуляться А спецоперации на уровне сложности профи могут быть и весьма сложным испытанием для неслаженной команды И это основная проблема спецоперации Шанс того, что вам в рандомном поиске попадутся адекватные бойцы, ничтожно мал Даже я, человек, который только влился в игру, сходу соображал, как и что нужно в спецоперациях делать Гораздо лучше, в отличие от тех, кто уже годами играет Потому что мало того, что нужно ещё уметь стрелять Так ещё нужно понимать, как нужно вести себя в разных моментах прохождения Опять же, со слов игравших со мной тогда людей в миссиях Они сказали, что разрабы какими-то последними обновами очень сильно усилили ботов И играть стало гораздо сложнее Сам же я, конечно, ощутил это только на пары миссиях, например, типа Припяти На которую, ну, просто за пару дней я так и не смог пройти ни разу Но, в целом, я ничего плохого не скажу в отношении ПВЕ-миссии, ибо просто это не моё Так что, перейдём на то, что мне нравится больше ПВП Что же может быть лучше честного соперничества между игроками? Правильно, нечестное соперничество между игроками И да, нихрена не лучше ПВП вообще в Варфейсе представлено в виде нерейтинговых комнат и матчмейкинга Ну, эрэва Про нерейтинговые игры говорить особо смысла нет Потому что в большинстве своём это бедлам Которые к скиллу и тактике не имеют никакого отношения А всё из-за того, что самые популярные режимы там Это обычный тимдезматч и мясорубка Где куча народу, град пуль, гранат, клейморов, кемперастов и самое главное медиков с Гарибальди Туда можно зайти чисто для того, чтобы размяться и потренировать реакцию Ну, или квесты сделать Другие режимы имеют свои проблемы Это либо в них никто не играет Либо... режим в принципе мусорный И как по мне, вся эта нерейтинговая херня нужна для того, чтобы докачаться просто до 26 уровня и открыть РМ Где вы уже можете показать себя во всей красе Но не без нюансов Да, для меня матчмейкинг в виде режима с закладкой бомбы и отсутствием возрождения максимально приятен Очень жаль только, что этот режим у меня так и не получилось попробовать, пока я качался до 26 ранга Ждать там в очереди приходится оооочень долго Потому что в нерейтинговом режиме вот этот подрыв практически никто не играет И если вы новичок или давно не играли, как я, например Карты придется учить прямо на ходу во время калибровки Благо они простые, большинство проходов запоминаются за пару раундов Но вот на то, чтобы постичь тайминги, где и когда окажется противник Придется потратить уже не пару раундов, а может даже и не пару матчей Но это цветочки А вот, собственно, ягодки Проблем, конечно, не то чтобы много, но хватает Основная это мета Как я и сказал, матчмейкин варфейс это не про баланс Да и вообще стволы в игре мало того, что очень сильно отличаются своей результативностью Так еще и оружие можно улучшать модами Где и без того сильные донатные стволы становятся еще сильнее Как, например, в данный момент СТК на штурма Является просто мастхэп стволом Потому что если на многих других стволах желательнее, например, стрелять в голову Что может быть весьма сложно И множитель урона в голову там у этих стволов выше СТКшки дали просто ебейшую скорострельность И немного выше урон по телу Что позволяет даже самым криворуким убивать не особо выцеливая голову А просто зажимая в тушку То же самое касается и Гарибальди Медики с этим дробовиком аннигилируют ваншотами похлеще, чем снайперы Потому что урона у данного дробовика ХОТЬ ЖОПОЙ ЖУЙ А точность прицеля позволяет стрелять даже на среднюю дистанцию Некоторые могли бы сказать, что нужно просто держать дистанцию подальше от метиков Но тут проблема уже в самих картах В большинстве своем карты заточены под close fight И из-за любого угла может выпрыгнуть или выкатиться мед с префайером свинца вам прямо в еблище И никуда вы не денетесь Так что если вы пытаетесь подняться на стоковом вооружении по рейтингу То сразу забудьте Я решил провести такую акцию И хватило меня буквально, ну, чтобы подняться до золота Потому что проблема еще не только в оружии Но и в самих игроках Так как Warface условно бесплатная И справедливости ради очень дешевая С точки зрения доната игра Но об этом чуть попозже И контингент игроков тут максимально разношерстный Как и школьники, которые судя по всему только открывают для себя что такое компьютер Враг уничтожил нашу команду Инженера возьмите Установите бомбу возле одного из объектов Инженера Инженера Господи, блять, сколько лет там тому пареньку Три Хорош Господи, боже мой, нахуй Там реально восьмилетка какая-то Вот это контингент, блять, игры Вот это я понял Так и овощи, что впервые взяли новое оружие в руки И почему-то считают, что нужно свой схел показать именно в рейтинге Ну давай, снайпер Покажи класс Ебать Показал Еще раз Ебать Охуенно Можно повтор, пожалуйста, этого момента Ебать Третий раз Сука, пиздец Охуеть Прирожденный снайпер Пять выстрелов Ноль попаданий, нахуй Это максимально результативный снайпер Ну и, конечно же, быдло Которое приходит поорать в голосовой чат После тяжелого, трудового, рабочего дня На предприятии по тестированию анальных игрушек Бля, я сказал Два, нахуй Вы на один Иди, ёбаный Иди, нахуй Чурка, ебаная Я понял, блять Куда хочу Туда иду, блять Ну ты нахуй Совсем не играй О, блять Теперь я узнаю Варфейс, блять О, да, теплица Я хотя бы килл, то, да И банной, то Возвожу, уебуюсь Какой нахуй мангал Мангал отогрила вообще Понял, да? Мангал, блять Ты, бля, теплица Выучи каратат, сикат, для сначала Сучай, тей, тей, тей Ты сейчас, ты умеешь, блять Тер, тей, тей Господи, блять Вот это, блять Возле одного из объектов Блять, я тебе жопа Раунд начался нахуй этого чурку отключи ты кого ты там хотел отключить приезжай я тебя отключу нахуй тебя черты не хватает на нормальное оружие в чопу себе засуни этот в атаку не грабили уже как два года возьми себе как калашников купи себе все это не дает шансов на какую-либо командную игру с рандомами вообще более того у меня наверное каждая третья игра на стримах сопровождалась ливерами и их тут много возможно конечно это не их вина и некоторые ливают из-за проблем с игрой или интернетом но часто случаются ситуации когда кто-то просто психует и ливает а потом следом за ним ливает кто-то еще и вы потом купуете в меньшинстве хотя вот недавно мы были затащили просто шикарную катку в которой сначала остались четвером а потом и втроем и все равно победили но такие катки редкость в большинстве случаев в меньшинстве вы отсосете не сказать бы что игра виновата что игроки ливаются но это происходит очень часто и это бесит но это еще не все возвращаемся немного к дисбалансу я даже не буду говорить про то что игра периодически китает откровенных овощей к тебе в команду а к противникам явных киберкотлет еще тут есть донатные скины которые как я думал дают только внешку но нет самые пиздатые скины улучшает ваш рывок на 60 процентов точнее его длительность а в игре которая очень динамичная и скорость которой ты занимаешь выгодную позицию очень важна более длинный рывок дает очень весомое преимущество обладателю сего скина особенно если игрок рукастый честно ли это сомневаюсь но это варфейс тут всем похуй и в целом это все что я могу сказать про матчмейки в варфейсе так что перейдем к чему-то более интересному донат это наверное интересует многих и вот как бы то ни было я все таки несмотря на все то что я только что наговорил скажу что донат в игре максимально щадящий отсюда наверное и большое количество людей которые до сих пор играет варфейс и также большое количество людей которые в него не играет и до сих пор считает его донатной помойкой прежде чем перейти конкретно к донату я расскажу что в целом имеется в игре это важно для понимания того что предлагается игрокам не вкладывающим деньги и на что именно можно потратиться давайте для начала посчитаем сколько в игре имеется магазинов если вы ничего не знаете об игре то скорее всего сказали бы ну один вон сверху вон там нет магазин с пве в нем можно купить всякие вещи скины а также жетоны возрождения которые если вот мне не изменяет память когда я еще играл в году это 15 можно было купить только за донат но это не точно поправьтесь ошибаюсь в этом магазине все продается за короны которые даются за прохождение пве миссии спецопераций пве миссии обновляются каждый день а спецоперации раз в неделю следующий это рейтинговый магазин тут за достижение в рейтинге можно купить топовую броню для пвп для пве а также другие предметы но уже за свою валюту вот такие вот венки далее идет магазин события оно меняется каждый сезон причем судя по всему вместе с метой и самый прикол в том что все метовые стволы которые вот сейчас имеются можно получить просто играя не вложи вообще ни копейки далее идет магазин батл пасса тут 15 уровня бпшника можно получать контракты за выполнение которых дает уже свою бпшную валюту которую вы можете потратить на новое оружие и другие предметы ну и последний это уже основной магазин в котором крутя коробки вы можете с определенным шансом как выбить оружие на время так и навсегда ну опять же скины купить все что вашей душе угодно и кроме коробок есть тут еще фиксированные ценники на предметы ну я бы не знаю наверно не советовал бы тратить деньги именно на покупку целого предмета но опять же коробка это удача так что если вы не везучие ну можно и гораздо больше слить магазин этот кстати периодически обновляется и судя по всему пожеланию разработчиков и там постоянно есть коробки с очень большими скидками и оружие тоже постоянно разношерстно так что если вы хотите какой-то определенный ствол то нужно ждать пока обновится магазин ну а теперь давайте посмотрим уже на то сколько же вам нужно потратить своих кровных чтобы лутаться во всех этих магазинах 99 кредитов что эквивалентно 50 рублям это цена battle пасса да кто бы что не говорил на самом деле в том числе и я вот раньше так думал обо всем что наговорил кстати еще до этого несмотря на то что игра дисбаланс на и метовые стволы решают никто вас не обязывает получать топ ганы только за реальные деньги просто играйте и все у вас будет а учитывая то что сейчас я вообще попал на 12-летие игры и тут сыпят просто огромное количество подарков и всякую тьму тьмущих наград вот настолько много что у меня уже випка есть почти на 4 месяца который кстати тоже стоит очень дешево но как по мне випку нужна вам только если вы играете в пве за нее вам дают больше опыта а опыт вам нужен чтобы качать уровень аккаунта до сотого уровня вас засыпят кучи всяких наград и этот сотый уровень берется буквально вот ну не знаю за пару часов если у вас есть випки а вот после сотого уже буду давать награды через каждые 50 уровней но там уже можно получить и золотые пушки и тут вот я считаю немного нечестно потому что качать эти уровни в пвп вообще невозможно в рейтинге опыта сыпят ну прям с гульки нос что практически лишает заядлого пвпшника наград за уровни ибо качать вы их будете ну очень долго и может даже не докачайте потому что когда настанет новый сезон уровни сбросят до сотого так что для меня это весомый минус я считаю вот нечестно что игрок который потеет против реальных игроков получает опыта на аккаунт в десятки раз меньше чем под пивас который начали отстреливает ботиков в пве ну и в целом по игре я бы еще прошелся небольшим катком к щейта ибо ну есть у игры проблемы с багами даже за мой в принципе небольшой срок в этой игре я уже сталкивался с частыми не запусками в игру поломанными заданиями застреваниями и прочей портящей игру нюансами и ладно бы если игра только вышла но ей блин 12 лет если за такое время игру еще не привели в порядок ну как бы такое ну и разумеется еще читеры куда же без них бесплатном шутере но стоит отметить что встречал я их за все время наверное пару раз по крайней мере в пвп которые они либо откровенно не полились либо играли но очень странно в любом случае 4 это бич и в принципе любые игры и странно было бы чтобы тут их не было но тут читеров очень много в пве в остальном же к моему удивлению варфейс в двадцать четвертом году чувствует себя просто отлично и я бы не назвал его таким уж зашкваром каким он был ну в мое первое знакомство ибо 10 лет назад без доната играть было абсолютно невозможно пве миссии в принципе скучной спецоперации в таком количестве как сейчас не было но про пвп я вообще молчу где без донатных стволов ты мог только за щеку взять сейчас же в игре достаточно заходить просто и играть чтобы быть на уровне со всеми единственное может быть проблема может возникнуть именно с прокачкой стволов потому что на прокачку нужны детали детали как таковых дают не так много за всякие события за всякие задания ну а на этом все друзья спасибо что посмотрели это видео надеюсь оно было вам полезным подписывайтесь на канал ставьте лайки и колокольчики чтобы не пропускать новые видео также стримы играть ребят только хорошие игры всем удачи всем пока